Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня мы разберем вот этот вот шарф, снуд, капюшон. Вот такая интересная вещица по вашим просьбам. Показывать буду мини-версию, а рассказывать на большой размер. Рекомендации по пряже. Я вот делаю образец из такого вот махера 275 метров 100 грамм. Так, подберу подборку пряжи, как я делаю, ну, по толщине, чтобы получилось вписаться в мой образец. Выложу под видео в описании, как бы, рекомендованную пряжу. Идея из интернета. Если вдруг кто знает автора этой модели, пожалуйста, напишите мне, с удовольствием поделюсь ссылку. Ну, я получила просьбу от подписчицы с этой вот фотографией без указания авторств. Я ее получила от подписчицы, эту фотографию. На самом-то деле это шарф, это не капюшон, шарф, который можно застегнуть на пуговицы и получится снуд. То есть, с одной стороны шарфа три большие пуговицы, можно сделать больше, с другой стороны шарфа три дырки. Ну, то есть, дырки, соответственно, по количеству пуговиц. Начат и закончен шарф резинкой 2х2, 5-6 см. Это тоже не так важно, не так принципиально. Вы смотрите по величине пуговиц. Если пуговицы поменьше, делайте 5 см. Если побольше, то делайте 6 см. И здесь 5-6 см. Способ, которым я набираю петли, есть подробно. Видео у меня, тоже оставлю ссылку, и вы посмотрите. Это именно способ для набора резинки, для резинки 2х2. Я набираю маленький образец, чтобы посчитать вам, сколько вам нужно на этот размер шарфа набирать петель. При такой плотности вязания, при спице же я вам не сказала. Значит, пряжа, давайте я напишу, пряжа у нас приблизительно 270 метров в 100 граммах, не в 50, а в 100 граммах. И спицы, 2 мотка, 200 граммов пряжа у нас уйдет, не больше. Может и на варежке останется. Это уже по вашей плотности, это уже будете смотреть в ходе вязания. И спицы у меня 4 мм. Спицы 4 мм. Так, есть. Вроде бы так все сказала. Значит, ширина шарфа должна составлять 40-45 см. Вот. Начинаем мы вязать резинкой 2х2. Так, чтобы не маячила, да, под вязанием. Сейчас, сколько вам набирать петель, я сейчас все расскажу. И еще один нюанс. Здесь по резинке мы будем вязать изнаночную кромочную, а по основному вязанию мы будем вязать лицевой, чтобы кромка у нас не заворачивала. Что еще хочу сказать. Подойдут все виды, типы ангоры 500-600 метров. Только в два сложения, девчонки. И тоже будет очень хорошо. Два мотка хватит с головой. Вот вы покупаете два мотка пряжи и вяжете из двух мотков. Все, вам хватит, вам будет достаточно, больше не нужно. Ну, два сложения. Все, что я найду, я вам оставлю под видео в описании, какие пряжи можно использовать. Я оставлю это не для того, чтобы вы именно в этом магазине покупали. Я оставляю для того, чтобы вы могли сориентироваться и купить ту пряжу, которая подойдет именно под вот эту плотность вязания и именно под этот шарф. Вот. Итак, 4 ряда я провязала. И это у меня составляет... Ну, мало, 6 надо, чтобы до дырок. Я просто сейчас хочу... Количество петель сейчас просто потом в процессе сейчас я вяжу образец и по нему я рассчитаю количество петель. Я вам сейчас хочу показать... петлю. Хочу показать узор быстренько, потому что тоже ссылку на видео с подробным этим узором я покажу. Ой, вернее. Так. Плотность вязания мы рассчитываем не по резинке, а по основному узору. Поэтому сейчас мы ничего не считаем. Количество петель. Как только я перейду на основной узор, я посчитаю количество нужных петель. Итак, я провязала 6 рядов. Теперь в седьмом ряду сделаем петли. Петли будут из двух петель. Как их связать подробно, я оставлю под видео в описании. Там подробный разбор этого способа. Получается очень красивая, ровная петля. Вот. Одну петлю я сделаю. Вам их нужно сделать 3. Сейчас я вам это все рассчитаю. после того, как перейду на основной узор. Вот. Итак, вот таких вот петли мы будем делать 3. Через сколько петель все я вам сейчас скажу. И вяжу еще 6 рядов резинкой. Всего их будет 14 рядов. На эту плотность вязания. Плотность вязания тоже мы сейчас все рассчитаем. Итак, всего провязала я 14 рядов. У меня ровно 6 сантиметров. Все так, как я и говорила. И хватит. Значит, эти 6 сантиметров резинки. Это при условии, что большая пуговица. Если маленькая пуговица, то убирайте 2, 3, 4 даже ряда смело. Теперь переходим на основной узор, на котором я тоже не буду зацикливаться. Есть подробное видео. Вы его можете попробовать. Вот так вот он интересно вяжется. Достаточно, как нам сказать. Он много берет пряжи. Вы его можете заменить. Но, благодаря тому, что он очень такой объемный, выглядит просто шикарно. Ну и я думаю, шарфам нужен теплый, да. Нитки надо брать, пряжу надо брать такую потоньше на этот узор. Вот. Так я провяжу какое-то... Сейчас еще один момент вам скажу. Далее мы просто вяжем этим узором ровное полотно, которое у нас составляет 180 сантиметров. Последнюю кромочную петлю я вяжу лицевой. Для чего? Для того, чтобы не заворачивались эти кромка в трубочку, не сворачивалась. В изнаночном ряду кромочную тоже вяжу лицевой петлей. Если вы, допустим, захотите обвязать крючком этот шарф, то тогда не заморачивайтесь с кромкой. Вяжите просто как вам удобно. Вот. Шарф достаточно длинный для того, чтобы было достаточно как бы длины деть его на голову, и чтобы он выглядел свободным, как на фотографии, плюс, чтобы разложился по плечам, да, чтобы выглядит вот как вот такая вот шаль-капюшон. Итак, вот такой вот образец я связала. Вот теперь вот хочу вам показать. Жалко я начала не сначала, а вот отсюда где-то вязать кромочную-изнаночную. Хотела вам показать разницу. Вот она кромка, если вязать лицевой, и вот она, если вязать изнаночной. Видите? Это сейчас она уже подворачивается, ну, а дальше будет еще лучше, еще больше. Поэтому, вот, когда вяжете лицевой петлей кромочку, вот она вот так закончена, уже не надо ничего обвязывать, ничего, все хорошо получается. Узор выглядит вот так вот. Еще можно взять узор, который у меня использован в шарфе, с карманами, тоже поставлю под видео в описании. Они по объему, по плотности вязания примерно равны. Вот, и еще один совет. Если у вас получается сильно тугая, возьмите потолще свицы. Возьмите 5 мм, 5,5 мм, чтобы действительно было вот так вот воздушное и свободное, чтобы эта вещь ложилась так естественно, красиво, мягко. Вот, посчитала я плотность вязания, у меня в 10 сантиметрах 14 петель. Вот, это значит, что набирать нам нужно на 40-45 сантиметров, 56-60 петель приблизительно. Это мы набираем эти петли. Давайте я рассчитаю, сколько нам нужно на эти петли. Значит, здесь у нас до петли 7, 7, петля у нас 2, 2, 2, это значит 14, и плюс 6, 20, 60. Я рассчитываю на 60 петель, да? Значит, 7 петель до петли, 7 петель, это включая кромочную после петли, по 2 петли на каждую дырку, это всего 20 петель, и остается у нас 40. Значит, между этими дырками у нас по 20 петель. Я думаю, понятно. 7 петель до дырки, 2 петли дырка, 20 петель между, 2 дырка, 22 и 7 в конце, с кромочной. Все, петли мы рассчитали. То есть, набираем мы 60 петель, вяжем 6 рядов, точно так же, как я показала, делаем 3 дырки, вяжем еще 6 рядов, и начинаем вязать основной узор, который мы вяжем, вот, всего у нас шар должен мерить 180 сантиметров, и мы вяжем, пока у нас не будет в этом, в этой точке 175, и начинаем вязать резинку. Вяжем столько же, сколько вязали здесь, и все петли закрываем. Вот. Далее, ну, напротив дырок пришиваем 3 пуговицы, все, и одеваем. Так, это мой образец из детских следков, не обращайте внимания, я просто вам хочу показать, как будет выглядеть шарф, когда вы его оденете. То есть, вы берете, вот таким вот образом, вот здесь вот у вас пуговица дырка, вы на плечо, вот она голова, это у нас угол на плечо, далее мы обволакиваем голову, и вот этим вот углом мы застегиваем все. А вот это вот, понятное дело, что у вас, почему нам нужно 180 сантиметров, чтобы тут у нас хватило на нашу головушку, а здесь застегнуть. Вот. Я думаю, понятно. Ну, в общем, вот вам сама выкройка, обмотали вокруг головы, одной пуговицей, одной дыркой застегнули. Если уже вам нужен снуд, застегнули все, на все пуговицы, замотали, обмотались, как вам угодно, как вам нравится. Ну, все, девчонки. На этом все, с вами была Вика, Школа Рукоделия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok